Добрый вечер! Я в школе тоже играл в баскетбол, уроки физкультуры, но я играл в баскетбол как бог. Прямо учительница физкультуры, она кричала, боже мой, уберите кто-нибудь Климову с площадки, его сейчас убьют, потому что я вот так вот летал, потому что для меня любая игра в баскетбол, я должен был добиться победы любой. И меня просто реально вот так вот носило по всему полю, и все боятся, что меня убьют. Слушай, ну, потом я завязал и перешел в сквошиста. Сквош – это открытие этого года, нас туда же тащил наш музыкальный редактор, который такой же худой, как я, худее меня мы не можем. Они отвратительно худые люди, я вам так скажу. Но зато мы оказались очень быстрыми за счет этого, ты понимаешь? А сквош – это сводящая с ума игра. Ты должен быть в моменте, каждую секунду, ориентация на местности, мяч отлетает от стенки, ты уже его здесь ловишь. Короче, как в баскетболе, там с ракеткой. И стены вокруг. И стены вокруг, да, стены работают против тебя. Пока не выиграешь, не выйдешь отсюда, как говорится. Сам с собой, Вол. У вас такое бывает, что вы так в эфире шуточку запускаете и как бы шутка-самосмейка? Мне каждый раз докажется. Представь, мы сидим в комнате вдвоем, больше никого нет. У вас такой народ вот здесь какой-то. Ты не знаешь, люди смеются над тобой или нет? Ты сказал – все, улетело. Единственное, кто может быть смеяться – это я. А я сплю. Пример, пример. Колобок повесился. Не ты, не я, не он. Не знаю, какой результат сейчас получился. Уже не смешно. Мне смешно, мне смешно. Низкая планка. Да, ну я удачный в этом плане. Все в масках играют в очках, прям сделал премию. Ну не часто, но бывает, да. Ну такое бывает. Вот очкарики, я, кстати, бывший очкарик, если что, поэтому прошу меня не гнобить за это слово. Очкарики в баскетболе. У них абсолютно те же самые вагонши, что и остальных? Или все понимают, ладно, у него очки, пусть пока поспокойнее поиграют? Есть не просто очкарики, а есть трех очкарик. Не, 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 не. Улетело ли, да, вот это смешно ли вам? Бау! Трех очкариков. Нет, Равиль Сафин, человек из тиктока, блогер. Сколько там у тебя миллиардов подписчиков? Три миллиона. Господи боже мой. Я даже представить не могу такое просто количество людей, а у тебя столько подписчиков. Сколько раз ты был на баскетболе? На самом деле это мой дебют. Но мне очень интересно. Сам я раньше играл в хоккей, в ЦСКА. Раньше. Это моя карьера спортивно начиналась в этом. Потом уже по семейным обстоятельствам получилось так, что перестал ездить. И я начал заниматься хоккеем в зале. Вот. Клюшкой и мячиком. Флорбол. Флорбол, да. Да, он такой. Вот. Профессионально. Там чемпион Москвы, там России. Но самый максимальный ролик набрал около, наверное, 40 миллионов. Как раз это он и есть. Да. А в чем посыл этого видео? Ну, это социальный ролик. Показывает то, что как бы видно, что я без руки. Да. И девушка хочет, чтобы я ее порадовал. Да, там это, это. А я не могу. В итоге она в конце находит себе другого мужчину. Более, так скажем, способного. Бросает меня. Вон, видите, деньги, да. Бросает меня. Я грущу. И в итоге я все равно я нашел себе хорошую любовь. Все равно найдет тот человек, который тебя полюбит. Таким кто ты есть. А ты полюбишь его. Все-таки любовь главная, движущая сила вообще этого мира, наверное. Да, конечно. Любовь лечит. Вики Ли. Если вдруг кто не знает, пианистка, причем не просто великолепная пианистка, а ты так говоришь, что недавно была признана самой красивой пианисткой мира по версии... Это было давно. На самом деле история древняя. Да, но это был журнал FHM. Может быть, он сейчас еще есть. Я не знаю. Но мне кажется, его уже нет. Принято считать, что у пианистов длинные пальцы. Это так? Вот вопрос такой. Без этого нельзя играть на клавишах? Я, наверное, разочарую, но это никак не связано. Вообще никак. Слава Богу. У меня просто короткий. Я все еще мечтаю о карьере пианистов. Ну, можно начать? А сколько должен быть сантиметров палец? Я не могу сказать, Надень. Ну, скажи, пожалуйста, покажи, пожалуйста. Ну, нет, но длинные. Длинные, длинные. Даже длиннее, чем мои. Как пианисты разминаются? Отживаются на пальцах, катают по пальчикам шарик. Я даже не знаю, что я считаю. Что еще? Вот это упражнение. Вот нет, вот это не надо делать. У всех по-разному. Но, как правило, это какие-то упражнения, там, гаммы элементарные. Ну, опять же, либо просто сидишь, играешь в медленном темпе перед сценой. По-разному. Кто как привык. То есть, для разминки пианисту нужно пианино? Обязательно. А вот так вот просто? Нет, ну, так можно тоже. Особенно, когда, допустим, ты... Ну, скажи, что ты можешь делать? Например, предположим, сейчас выступать коротко, а вот нет ничего, только стол. Что можно делать? Можно на столе играть. Кстати, хороший способ тоже заниматься. Да? Вот если резко играешь в классику, потом резко переходишь в какой-нибудь рок, можно ли получить травму на пианино? Это уже зависит от профессионализма. Вообще, травмы бывают у пианистов? Бывают. У нас, если говорить про профессиональный слэнг, предстакла понять, как переиграть в руки. Серьезно? Да. И что в этом случается? Ну, в смысле, как его забиваются мышцы? Да, получается, устают мышцы, и больно играть. Нужно там мази-мазать, какие-то разные процедуры делать, чтобы восстановить. Двукратный чемпион Евролиги, составит ЦСКА, разумеется, Анатолий Каширов. Очень много молодых игроков играет за основу. Давай так, я, конечно, имею свое мнение, но спрошу тебя, почему так происходит? Во-первых, травмы. Был месяц, когда были одни травмы, шли, шли какой-то, я не знаю, даже трагедия была для команды, которая никогда не могла победить никак. И второе, что я бы хотел, конечно, отметить, это то, что ребята играют на высоком уровне, все равно в Суперлиге один, с тренером, который заточен на воспитание молодых игроков. Закончился сезон в Суперлиге регулярный. Вот вчера, да? Да, вчера последняя игра была для ЦСКА-2 и закончили на 10-м месте они. Ну, то есть, как бы, неплохо, не последнее место, но и до плей-офф как бы далековато. В целом, да, но мое мнение, конечно, что если бы не вот эти постоянные отлучки ведущих игроков основную команду, команда выступила бы гораздо лучше и у них потенциал, конечно, фантастический. Но эти отлучки, собственно, и показатель работы команды и тренерского штаба. Всем спасибо, дорогие друзья. Увидимся совсем скоро. Более на ЦСКА. Пока.